Неопределённый статус Нидимона в политической иерархии страны делает его весьма удобным для артикуляции громких публичных заявлений. Чтобы не пытались предпринять сегодня наши враги, а также не болтали их марионетки в Киеве, теперь это новые субъекты Российской Федерации. Вроде Медведев где-то возле высшей власти отирается, то есть человек солидный. Однако многим вся его карьера и текущая позиция замглавы Совбеза кажутся чем-то бутафорским. Такой ряженый в политика актёр второго плана. Потому чем громче заявление он извергает, тем больше скепсиса вызывает его оголтелость. Без лишней скромности скажу нет. Кремль использует Медведева как сливной бачок для поддержания тонуса Z-аудитории. Но при этом ответственность невелика. Мало ли, что у него зудит с перепою. Отдельные экзальтированные кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, ещё и пытаются угрожать нам, имея в виду нападение на Крым и так далее. Вот хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно, они понимают последствия таких заявлений. А последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдёт, для них всех там одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжёлый. Последнее заявление известного блогера является ядрёной смесью литературной энтомологии, альтернативной истории и необузданного шовинизма. В каждом тезисе Медведева касательно столицы Украины звучит аматорство, примитивизм и поверхностность. Упоминание тематики насекомых указывает их близкость к самому персонажу. Заметно, что Медведеву, который ассоциирует себя с клопом, не дают покоя тараканы в его голове. Для них всех там наступит судный день. Даже здесь он демонстрирует свою вторичность по отношению к Путину, который регулярно подбрасывает дровишек в огонь ненависти. Я главный в этом доме. Путин исполняет роль тараканища из Чуковского. Он уносекомил Медведева и теперь тот отрывается на ком только может. Это человек, который является неопытным. Не первое цитирование Булгакова указывает на наличие незакрытого имперского гештальта. Более того, всадники, ополаскиватели уже в пути. Ранее Медведев отметился исковерканной фразой из «Мастера и Маргариты». Она, по мнению психологов, указывает на маниакальную природу российского эрзацполитика. Чтобы там не писали. Российская квазиэлита хотела бы сидеть за одним столом со странами Запада, но рылом не вышла. Надо выглядеть прилично. Когда им отказали, в ход пошли типичные криминальные злодейские трюки. Ровно то же и в случае с Украиной. После того, как страна избрала курс на развитие отношений с ЕС и НАТО, Москва начала биться в припадках. Потому что вы предатели! Реально, 350 лет усилий по удерживанию Украины в орбите влияния пошли на смарку. Геополитическая фиаско путинизма. Потому цель Кремля, не считаясь ценой, состоит в продолжении насилия над украинским народом. Людей не жалеют совсем. Вот Медведев и прямым текстом говорит насчет Киева. Чтобы было все предельно ясно, что и как надо возвращать. Конечно, продолжим освобождать территории, все еще занятые неонацистами. Во что это могло бы вылиться, демонстрирует ужасающая гуманитарная катастрофа на Донбассе. Руины городов, руины людских жизней. Рашистские полчища надругались над украинским регионом хуже нацистов в 1941-1943 годах. Прежде всего, хотел бы сказать, что эта трагедия, которая сейчас происходит на Донбассе, это результат деятельности националистического, неонацистского режима, который в 2014 году захватил силы, захватил власть, а затем развернул боевые действия на Донбассе. То, как выглядит возвращение Киева, уже весь мир увидел на примере военных преступлений российских оккупантов в Буча. Я обвиняю западные средства массовой информации, и прежде всего американские, не просто в распространении фейков и дезинформации, а в соучастии преступления в городе Буча. Друзья, не забывайте про лайки и комментарии. Канал существует благодаря вам. Стать спонсором ОМ-ТВ можно на Патреон. Ссылка в описании под видео. Для обоснования классической колониальной войны Медведев выдвинул тухлую заготовку. Киев – русский город. Ну я практически зуб даю. В качестве аргументов здесь выступают. Первое. Киев – столица Древней Руси. Второе. Киев – крупный малороссийский город в составе Российской империи. Третье. Киев – республиканская столица в составе СССР. Это же ежу понятно. То, что Древний Киев был столицей Киевской Руси, скорее контр-аргумент. Ведь в то время, как существовала украинская держава, никакой Московии, или, как они говорят, Великороссии, не было и в помине. Болото. Не складно и точка. По части присутствия Киева в составе Российской империи с таким же успехом можно вспомнить про Варшаву, которая находилась под российской оккупацией с 1815 до 1917 года. Ну что, это непонятно, что ли, кому-то? Или Хельсинки с 1809 по 1917. Что же, кондовый имперец и собиратель земель языком не вспоминает о них, а ли кишка тонка? Точно. Мы уже в садике. А поляки где все? Последний пункт про республиканскую столицу в составе СССР вообще, по идее, должен был вызвать недоумение во всех 14 независимых от Москвы республиках постсоветского пространства. От Кишинева и Таллина до Душанбе и Ашхабада. Но как-то никто не заваливает российский МИД нотами протеста. Дело здесь не в отсутствии возмущения, а в том, что Медведева не воспринимают всерьез. Добрый человек! И смешной. Больно часто несет пургу и ахинею. Просто надоел. Чушь собачья! Недели ранее Медведев успокаивал массы утратой Херсона. Дескать, от этого территориальный суверенитет не пострадал. Все вернется в Федерацию. Я-то думал, господи. Однако после появления риска в скорой деоккупации Крыма, Димон резко закручинился. Уже не впервой. Да, Владимир Владимирович. Привет, Димон. Я вам не Димон. А хотя нет, вам я Димон. Все правильно. Ты чего там опять пьешь? Да вы че, Владимир Владимирович. Я трезвый, как циклон. Это циклон. Димон. Димон.